Танец журавлей на рассвете у пруда. Такая картина появилась на фасаде детского отделения 11-й больницы. Холст, он же фасад, выбирали около трех недель. Параллельно согласовывали эскиз. Вот это ощущение журавлей, танцующих в кувшинках на рассвете, да, это вот та ассоциация, знаете, такой свободы, чистоты и рассвета, ну, во всех его смыслах. Поэтому мне хотелось это посвятить и одному человеку, и городу, и природе в целом, потому что журавли, они у нас тоже обитают в Окском заповеднике, и кувшинки водяные лилии, то есть это тоже такая заповедная история. То есть это, ну знаете, объединило сразу вот три смысла. Конечно, за время работы сам мурал изменился, однако не сильно. Слегка поправили пропорции, добавили кувшинок, всего лишь нюансы, но теперь рисунок смотрится. Работали фасадной краской и баллончиком. Последним по минимуму. Применяли чаще для теней, а в остальном пришлось покорпеть. Журавлей сложнее всего, потому что вот эта мелкая детализация на кирпичах, которые тоже разбивают слегка всю композицию, вот с ней было сложнее всего, потому что они тоже тонкие, они тоже детализированные, но в целом, мне кажется, получилось неплохо. Команда из семи человек, включая Александра, воплотила эскиз за пять дней. Пока творили, проходящие мимо люди оценивали ход работ, часто вслух. Почти всегда положительно, вспоминает Александр. Находились, конечно, и те, кто говорил, что лучше бы асфальт положили. Ну, это как водится. Впрочем, итоговый вариант наверняка оценили и критики. Это только первая работа из большого цикла федерального проекта. Это, ну, такая первая крупная работа вообще в целом по муралам. И песочни, и спальними районами тоже надо заниматься. То есть это вот для людей здесь, в этом районе, это, ну, мне кажется, отличный такой объект, к которому они тоже могут прийти посмотреть, точка преображения. Я думаю, что это продолжится и не только в центре города. Возможно, и в области у нас тоже есть задумки. Лето только началось, говорит Александр, и параллельных проектов масса, начиная от коммуникационных шкафов и заканчивая росписью отдельных частей города. Но пока Александр попросил сохранить в секрете. Мы сделаем из этого эксклюзив. Валерий Седов, Дмитрий Фимов, телекомпания. Город.